Вейканзе Вейканзе Пятый тур оказался самым результативным. Я думаю, что этот рекорд будет очень трудно перекрыть, потому что из шести партий пяти закончилось пролитием крови. Причем в шестой партии тоже это вполне могло случиться. Арнян ожидаемо переиграл явного аутсайдера турнира. Посмотрите, пожалуйста, на текущее положение на шахматной доске. Как несложно заметить, это кончание с разноцветными слонами абсолютно ничейное. Как его можно проиграть белыми совершенно непонятно, но Аркадий Найдич смог. Очевидно, он очень хотел выиграть. Только этим могу объяснить произошедшее. Все нюансы дальнейших событий объяснить не могу. Покажу только решающий фрагмент борьбы. Итак, черным непостижимым образом удалось поставить пешку на С2, но у белых тоже есть свои плюсы, как слева, так и справа. В этом положении Найдич потерял пару темпов и проиграл безропотно, в то время как позиция еще спасалась. Надо было срочно перевести ладью на пятый ряд, не допуская продвижения С6-С5. Что очень важно, в случае, если черные выигрывают фигуру посредством С1 ферз, у белых возникает достаточная контр-игра на королевском фланге. Но правда, на самом деле, если вгрызаться в эту позицию всерьез, то все-таки черные могут еще побороться. Вот последующий вариант, я его изучал, и выяснилось, что даже потеря пешки Ж4 не помогает черным выиграть. Дело в том, что расположение ладьи на С5, слона на Е3, очень выгодное для белых. И вполне логичные последующие действия приводят к тому, что черные выигрывают фигуру. Вот возникает такая позиция в стиле Рихарда Ретти, но все-таки белые, угрожая продвинуть свою пешку в ферзи, успевают попасть в квадрат черной пешки и добиться ничьей. А в партии последовал слон Е3, и после чего черные уничтожили вражескую пешку и успели провести С6-С5. Ну вот в этом положении уже медицина бессильна, потому что черный слон вошел в игру, и в дальнейшем, ну давайте я быстренько покажу то, что произошло дальше. Просто черные надвинули свои пешки, и дальше ладья через Д2, ладья Д2 восклицательный знак, переходит на Д1, и сопротивление белых оказалось сломлено. Так Ироньян победил в очередной раз. Об игре Бориса Гельфанда нельзя говорить без боли, потому что, конечно, мы все переживаем за этого выдающегося шахматиста, но, судя по всему, Вейконзей он приехал не вполне здоровым, не вполне готовым к борьбе, и вот что случилось в его партии с Увеслиссо. Внимание на доску. Положение довольно сложное, пешная структура черных ослаблена, и они практически обязаны играть энергично. До порода времени Гельфанду это удавалось. Ферзь бьет Д3, ход отличный. Размен на Е6, у белых все очень хорошо, но король задержался в центре, и использовать это обстоятельство можно только энергичной игрой. Взятие на Б6, я думаю, что здесь очень неплохо был ход Е4, с идеей разменять ферзей на А6, и вот в этом положении, мне кажется, что никакого перевеса у белых не было бы. Подвисает пешка на А4, а в случае ладья Д7 есть ход ладья Б8 с идеей Б5. Мне кажется, что это положение примерно равное, но, возможно, у Гельфанда были более амбициозные планы. Он сыграл ферзь Е4, атакую пешку на А4. Б3, ход вполне логичный, и вот это ключевой момент поединка. Прежний Гельфанд, каким мы его знаем, наверняка сыграл бы здесь не ладья, а Б8. Это удивительно пассивный и очень слабый ход. Он наверняка сыграл бы С4, восклицательный знак. При этом конь брать не может из-за связки. В случае АБ гибнет пешка на А4, то есть белый практически обязан играть Б4. И вот здесь компьютер показывает совершенно невероятный вариант. Слон бьет Б4, и на ЦБ ладья бьет Ф2. Вот такая эффектная жертва двух фигур сразу, и в конце, конечно же, равенство вечным шахом. Но для человека более подъемным является ход ферзь Д3. То есть таким образом черные по-прежнему удерживают белого короля в центре. Хода слон С1 уже нет, потому что подвесают пешки С3. И дальше возможен следующий яркий вариант. Взяли на Б7 ладья С8. У черных есть идея сыграть и слон Н4, и Е4 с идеей конь Е5. И, конечно же, наприк конь Д4. Но смотрим принципиальное, когда белые атакуют пешку С4. Ферзь А6, Е4. Тем не менее, то есть черные допускают, вот, собственно, полное уничтожение ферзового фланга. И здесь конь Е5. То есть черные добиваются того, чего и хотели. Их конь внедряется на Д3. И на самом деле здесь белым совершенно не до жиру. Быть бы живы. То есть, несмотря на эту, вроде бы, красивую комбинацию пешек на ферзовом фланге, инициатива черных такова, что только с помощью компьютера и какой-то удачи можно спастись белыми. Ну, а то, как сыграл Борис, вызывает только сожаление. Ладья АБ8, это очень слабый ход, совершенно не его уровня. И после двух нулей, ну, вот, уже здесь фактически можно опускать занавес. Потому что дальнейшая игра белых проста, как дважды 2-4. Белые постепенно поставили коня на С4. Слабости ферзового фланга у черных остались. Вот эти метания розового слона по белой диагонали вызывают только сожаление. Белые вторгаются на седьмой ряд. И вот здесь была последняя ловушка от Гельфанда. Если бы белые сразу полакомились бы пешкой Б7, на ладья бьет Б7, взяли-взяли, и здесь отвлекающий момент слон Ж5. Во всяком случае, здесь были бы у белых хоть какие-то трудности. Но последовал очень жесткий профессиональный ход ладья Ф1. Никаких шансов у черных не осталось. Пешка на Б7 погибает. К тому же угрожает еще А5, А6. И вот здесь Гельфанд признал свое проживание. Каруана вполне ожидаемо обыграл в Анвеле. Все-таки классы этих игроков на данный момент не сопоставим. Но, конечно, не обошлось без приключений. Итак, это был челябинский вариант с ицелянской защиты. Кстати, обращаю внимание на этот момент, потому что в челябинском варианте сейчас у белых есть серьезные проблемы в плане достижения преимущества. Поэтому рекомендую изучить эту партию. Ну а решающие события, как обычно, произошли в окончании. Итак, смотрим на текущее положение. У черных не хватает пешки, но, конечно же, разноцветные слоны голосуют за ничью. Здесь Люк, мне кажется, перенервничал. Он принялся играть слишком активно, в то время как простые рабочекрестьянские действия могли дать ему желанную ничью. Можно было просто подтянуть короля, пока не жертвуя никаких пешек, а просто принимаясь как-то грамотно располагать фигуру. Видите, что пешка на d6 была бы защищена, король пошел на g5. В общем, каких-то явных предпосылок для поражения нет. Но Люка здесь уже, что называется, понесло. Он сыграл f5. Сам по себе ход неплохой, но он требует точного расчета. Вот этого как раз компонента у голландского шахматиста оказалось недостаточно. Еф, король f6. Король идет брать на f5. И вот теперь после хода ладья a1 допустил неточность голландский шахматист. Дело в том, что угрожает ладья a6 и съедение пешки на d6. И Люк, выбирая между двумя продолжениями, просто не угадал. Здесь необходимо было сыграть e4, освобождая королю поле e5. Это очень важный момент. Ладья a6, король e5. Вероятно, Ван Вели смущал здесь ход f6. Но на самом деле после ладья b7 черные успевали заняться этой пешкой f6, отыгрывали одну пешку и сохраняли неплохую контрыгру. Так можно было спастись. А после хода ладья b8, идея все та же, перевести слона через b4 на c5, выяснилось, что все-таки здесь у белых есть возможность удержать эту самую пешку на f5. И дальнейшее уже на самом деле представляет собой большое горе человеческое. И если здесь и есть спасение, то только через этюды. Но я этого этюда не нашел. Во всяком случае, после того, как черные вот здесь в уже неподходящий момент сыграли e4, белые очень ловким маневром ладьи по четвертому ряду принялись собирать урожай все дальше и дальше. И вскоре выяснилось, что, кстати говоря, вот здесь в этой позиции последний был шанс. Надо было, конечно, сыграть король g5, оставляя активную ладью. Вообще-то это азбука. В окончаниях подобного плана активность ладьи это первостепенный момент. Оход ладья g8 очень слабый. И после ладья e4 выяснилось, что у белых помимо двух лишних пешек еще и инициатива ладья идет на e6. И вскоре Круана одержал эту свою запланированную победу. Мне приятно было видеть, как выиграл свою партию Аниш Гири. Он сделал это мастерски, очень квалифицированно. И снова отмечаю, что решающие события произошли в самой концовке партии. Ладейные окончания имеют такие большие нитейные тенденции, что даже классики говорят, что они не выигрываются. Но это не тот случай. Итак, у черных три пешки против двух. Но у белых есть один важный недостаток. Король не успевает на королевский фланг, где происходят важнейшие события. Черные прорываются ходом f7, f5. И после gf, вероятно, индийский шахматист рассчитал следующий вариант. В случае ладья бьет f5, белые сыграли бы ладья a2, атакуя сбоку и угрожая пешке a6. И вот здесь, после ладья a4, вы не поверите, здесь выигрыша уже не видно. Потому что на ладья f4 следует шаг ладья a5, и как раз вот дальше следует шаг еще по шестому ряду, и белые приближают короля. Но здесь вот такая возникает хитрость военная, что черные не сразу взяли пешку на f5, а сыграли короля f6. Этот ход достоин двух восклицательных знаков, и они еще выбирают, чем же им брать. И вот теперь последовал ход ладья a2. На самом деле черные угрожают еще и ходом g4. После ладья a2 черные взяли королем, и получилось так, что это изменение позиции. Вы видите, что черные короли ладья просто поменялись местами. Оказалось, очень в пользу черных. Теперь на ладья a4 бесполезно из-за g4. А после ладья a6 белые, естественно, не достигли своей цели. Пешка оказалась защищенной. Если вернуться на a4, тогда черная пешка идет вперед. Ну, вот здесь Харикришна несколько странным образом перешел в абсолютно проигранное пешечное окончание. И, естественно, уступил. Браво, Аниш. И последний фрагмент пятого тура на сладенького. Это у нас десерт, дорогие друзья. Так уж получается, что в качестве десерта я всегда буду показывать партии Ричарда Раппорта. Венгерский шахматист демонстрирует настолько веселую и увлекательную игру, что всегда именно он будет замыкать показ. На самом деле, конечно, шахматист очень интересный. И я уверен, что его будут приглашать во все последующие турниры хотя бы для того, чтобы было о чем рассказывать комментаторам и что посмотреть зрителям. Его поединок с Домингесом надо смотреть с самого начала. Пожалуйста, посмотрите. Первые ходы не вызывали какого-то большого интереса. Оказалось, что это рутина, но вот уже третий ход Венгра поверг публику в смятение. Ж2-Ж4. Вот так вот белый атакует еще не стоящего на Ф6 коня. На самом деле, ход имеет свой смысл. Белые захватывают пространство на королевском фланге. Но тут важный психологический момент. Сказав А, Раппорт попытался потом сказать Б. И, пожалуй, слишком увлекся своими новаторскими оппозиционными идеями. Ну вот, пешка стала на Ж5, но для черных небольшая проблема, потому что конь выходит через Е7. Но смотри, как интересно сыграл Венгра. Он здесь побил на С6. Ну, это такая блокадная идея в стиле Рона Немцовича. Затем пропустил пешку на Ф4, чтобы конь пошел на Ф3. Но кубинец не остался в долгу. Он здесь тоже заиграл не шаблонно. Е5 нормальное продолжение. И здесь, ну, отвечая сопернику ударом на удар, он тоже взял на С3. Во всяком случае, соперники оказались квиты. И вот критический момент наступил на 14-м ходу. Здесь белым следовало просто развиться. Вот удивительное дело, но современные игросмейстеры очень часто забывают развиться. Очевидно, увлекаясь просто своими очень мудрыми идеями. Надо было, конечно, сыграть два нуля, после чего возникало примерно равное положение. Но вот смотрите, что сделал Раппорт. Он здесь очень-очень увлекся ферзовым флангом. Ферзь А4 уже очень слабый ход. Конечно же, надо было опять-таки сыграть два нуля. Я так понимаю, что следуя установкам Арона Немцовича, Ричард хотел съесть пешку С5. И, в общем-то, это ему удалось. Другое дело, что он потерял короля. Вот после слона Ж4 уже возникают у белых проблемы. Пешка на Е2 висит. Играть Е3 нехорошо. Белые поля ослабляются. И он сделал неуклюжий ход ладья А2. Ладья Е8. Черные банально усиливают нажим на пешку Е2. Через пару ходов этот нажим усилился до невозможности. Здесь, конечно же, следовало сыграть ладья Б2. Ну, хотя бы хоть как-то придерживая вот это все возрастающее давление соперника. Ну, последовал Конь Б3. Вполне логичный позиционный маневр. Наконец-то пешка С5 падает. Ну, в это время стали избивать белого короля. Слон бьет Е2. Ну, вот наказание последовало. Партию можно назвать преступление и наказание. Теперь выяснилось, что на ладья Е2 следует темповой ход ферзь Ж4. Подвисает этот слон на Ф4. Затем черный конь скачет на Ф5. И черной прямой наводкой убивают белого короля. Ну, в общем, варианты здесь несложные. И, в общем, представляют собой, ну, такое пособие для безразрядников. Вот примерно так могла партия закончиться. Ну, а в реальности после короля Д2 рапортом можно похвалить хотя бы за то, что все-таки до пешки С5 он добрался. Ну, посмотрите, чем закончилась партия. Ладья Б3, Ф5, ЖФ. Здесь начался просто детский сад. Ну, вот Домингес действовал вполне в духе этой партии. Она больше подошла бы для 19-го, может быть, для 18-го века. И все-таки в итоге мат получили, конечно же, белые. Слом бьет Д3, восклицательный знак, Ферзь Е2. И вот заход до мата на король Д4 следует Ферзь Е3. Венгр признал свое поражение. Шестой тур мог бы стать столь же результативным, как и пятый. Но, видимо, шахматисты немного подустали. И в итоге они не использовали огромное количество возможностей. И почти все ничейные результаты оказались следствием счастливых событий, которые для защищающихся сторон произошли. То есть они, конечно же, могли проиграть. Белые в итоге выиграли со счетом 2-0. А мог быть счет 5-0 или даже 6-0. Как обычно, по привычке, первым делом смотрим, как побеждал Аронян. На этот раз его жертвой стал Уэсли Со. На доске актуальные позиции антигрюнфельда, в которой Ливон Аронян применил важную новинку. Он начал пешкоеста на Ферзьевом фланге. Черные ответили тем же. И критическая позиция вот уже через пару ходов получилась. В этот момент Уэсли Со пропустил очень важный тактический ресурс. Ему необходимо было взять пешку на Ц5. Дело в том, что у белых провисает первый ряд. Взять на Ц3 пока нельзя. И в случае ладья Б8 следует, конечно же, конь Б8 с нападением на слона А6. А если сыграть слон С5, возможно, именно здесь лежит просчет филимпийского гроссмейстера. Он не заметил ход слона Б2. Очень важный момент. Черные отступают с темпом. Если, например, сыграть ладья Ц2, нападая на слона, то после слона Ф6 у белых провисает как раз первый ряд. Например, на плановый ход ладья Б7 есть размен-размен и ладья Б8. Вот видите, я стрелочками показал, куда идет черная ладья. Так что у белых здесь, дорогие друзья, после правильного хода БЦ перевеса не было бы. Но последовал очень неудачный размен на Ф3. Вот ослабление пешечной структуры на королевском фланге не имеет никакого значения. Зато вот два слона белых мощные, и то, что у белых король уже в полной безопасности, исключительно важно. Дальнейшая часть партии – это образец совершенно гениальной реализации со стороны Ароняна. Я в анализе не нашел каких-то четких шансов за черных, как спастись. Вот эти два белых слона, они буквально разрывают позицию черных. И вот эта единственная слабость на А7, она оказывается смертельной для черных. Потому что у коня нет опорного пункта. Давайте я дальнейшую часть партии просто пунктиром провожу, потому что, поверьте мне, это исключительно точная и аккуратная работа фаворита. Вот посмотрите, казалось бы, после потери пешки А3, а ведь это потенциальная проходная, казалось, что шансов на выигрыш уже нет. Но у черных запутались фигуры. Вот эта самая ладья подвисает конь, и выпытаться оказалось невозможно. Единственный шанс заключался вот в этом положении. Своим 28-м ходом Уэсли упустил этот шанс. Надо было сыграть ладья Ц7. И теперь надо было откупаться. Последовало бы конь Б4. Черные успевали съесть слона на А6. И я так понимаю, что Уэсли вполне мог досчитать до этого момента. И его, конечно же, смутило, что здесь черные теряют пешку Е7. Например, на конь С6, конечно же, следует ладья Ц7. Но вот после хода конь Д3, если продолжить вариант еще глубже, а это основная причина, почему шахматисты просчитываются, они, как правило, обрезают свой расчет вместо того, чтобы подсчитать дальше. Вот здесь давайте посмотрим, а как же здесь белым действовать с пешкой Ф4. Продвигать Ф5 бессмысленно. После размены на Ф5 совсем уже структура будет не располагающая к выигрышу. А в случае король Ж3 есть очень точный ход ладья Б3, и у белых начинаются проблемы по третьему ряду. На Ф3 следует конь Е1, ну а ход ладья А3 ведет к неприятному для белых размену ладей, после чего выиграть позицию вряд ли удалось бы. Вот, но вместо этого последовал ладья Д8, и вот здесь уже медицина оказалась бессильна, потому что у черных подвисает и конь, а в итоге попадается, как ни странно, в ловушку слон на Б2. Вот здесь видите, что поля у этого слона кончаются. Слон возвращается на С4. Ну, здесь уж извините, я не могу вгрызаться во все подробности, но отмечаю факт, что черные фигуры запутались, и они несут потери. Буквально пару ходов еще последовало, и вот в этом положении черные признали неизбежное. У них нет фигуры, и к тому же инициатива белых продолжается, потому что ладья идет на восьмой ряд. Браво, Ливон, замечательная партия и очень хороший поучительный вариант. Сергей Корякин выиграл у Аркадия Найдича. Сам результат не вызывает особого удивления, но, конечно, по ходу дела в партии были очень интересные моменты и взаимные упущения. Посмотрите, пожалуйста. Вот это положение. У белых есть серьезное давление, пешка на Д5 слаба, и к тому же есть еще черный король. Здесь Найдич допустил неточность, он сыграл G6, после чего у белых возникла очень заманчивая возможность. На нее указал знаменитый наш аналитик Василий Лебедев. Здесь Корякин упустил возможность выиграть красиво. Был ход Е4, восклицательный знак. Ну, вся штука в том, что если взять на Е4, тогда белый быстро образует вот такую матовую конструкцию на королевском фланге. Вот, а главное в возражении ход ладья С3. Кажется, что черные добиваются выгодных разменов. Вот, посмотрите. И ладья возвращается на С3, как будто задерживая пешку С6. Ну, возможно, именно здесь Сергей упустил из виду такой красивейший ресурс. Перекрытие ладья С4, восклицательный знак, и на БЦ Б4. И выясняется, что белые пешки просто проскакивают вперед, и черные не успевают их задержать. Вот, упустил Сережа этот ресурс, но партию все-таки выиграл. Мы сейчас перескочим уже к самой концовке. Вот, посмотрите, ферзовое окончание какое возникло. Понятное дело, что шансы белых заключаются в том, чтобы продвинуть пешку А3 в ферзи. Как пешка оказалась на А2, ну, это уже превратности судьбы, но черные здесь могли еще спастись. Следовало первым делом увести короля из-под шаха, и на ферзь А2 очень важный момент. Сначала они могли поставить ферзя на С1, нападаем на пешку А3, ход А4 вынужденный, и здесь важнейший отвлекающий маневр — А5. И вот теперь белым очень трудно ввести в игру ферзя. Если сыграть ферзь Ф2, тогда вот находится тематический удар А4, и черный ферзь успешно уничтожает пешку Ф4. Я думаю, что это позиция ничейная. Ну, а последовал слабый вялый ход ферзь С5, после чего белые постепенно-постепенно смогли продвинуть пешку. Ну, в общем, дальнейшие маневры, если честно, не вызывают большого интереса. Вот здесь, правда, Корякин пожертвовал пешку, потому что взятие привело бы к матовым, неотразимым матовым угрозам. Ну, то есть взяли на Е6, ну, например, сыграли, взяли на А4, сыграли ферзь Е6, и черные проигрывают. Ну, а поэтому черные были вынуждены играть пассивно, но в итоге белая пешка дошла до своей цели, уже неумолимо маршируя. И вот в этом положении черные сдались. А теперь я показываю те самые обещанные упущенные возможности. Во встрече Харикришна и Круана черные неудачно разыграли дебют, остались без пешки, и к тому же инициатива осталась на стороне белых. Посмотрите, пожалуйста, здесь Харикришна очень правильно сыграл Ф4. Дело в том, что брать пешку на Ф4 нельзя. В этом случае белые немедленно прорывались в бэксцентре, и черный конь на Ф4 терялся. Например, после шаха на С6 и ферзь А6, вот то, что черный ферзь защищает этого коня, это, конечно, иллюзия, потому что белые нехитрым ударом слона Х7 выигрывали ферзя. Именно поэтому Круана сыграл С5, Е5 последовал мощный удар, ферзь Е7, и вот здесь индиец не угадал, куда надо взять, на Д6 или на С5. Кстати, я думаю, это задачка для детско-юношеских шахматных школ. Надо было брать на С5, и вот здесь варианты возникали следующие. Брать пешкой на С5, но совершенно безнадежно по структуре, слом на С5, конечно, надо было играть, ладья идет на С4, и вот здесь во всех вариантах белые развивали очень мощное наступление на королевском фланге. Важно то, что на ДЕ следует Ф5. Ну, например, взяли на Е3, взяли на Е5 и Ф5. И вот белые здесь начинают прямое давление на пункт Ж7. Например, если сыграть конь С5, здесь подвисание коня на С5 играет роковую роль. Ферзь Ж4, у черных нет возможности сыграть ферзь Ф6, ну, а на Ж6 следует прямой удар по крепости черного короля. То есть так спастись нельзя. Остается единственный ход конь Ж5, но тогда опять-таки давление по вертикали Ж становится немилосердным. Поначалу мне казалось, что черные просто должны сдаться, но нашелся в анализе ход Х5. И вот здесь, судя по всему, белым не следует брать на Х5. В этом случае ферзь Б7 шаг дает черным кое-какие шансы. И скромный отход ферзя на Ж2 вынуждает черных поставить коня на Х7. И вот здесь слон переходит белых на Д5. И белые обретают абсолютное господство на доске. Черный конь неизлечим. У белых есть проходная пешка Б2. Ну и к тому же пешка Х5 тоже слаба. Я думаю, что здесь к Руане уже не удалось бы избежать смерти. Ну, а в партии последовало взятие на Д6. И после размена ферзей получилась позиция, в которой действительно реализовать перевес белых оказалось очень сложно. Соперники играли еще 100 ходов. И это не преувеличение. На 132 ходу партия закончилась ничью. Упустил победу также и Домингес во встрече с Накамурой. Это была берлинская стена в испанской партии. Та самая, которая замучила уже всех играющих Е2 и Е4. Но вот Е2 не получился пробой в этой стене. Сплоховал Домингес. Посмотрите, пожалуйста, на текущее положение. Белые обрели мощную инициативу. И, конечно, пара проходных Е5 и Е6. Говорит о том, что у белых выграно. Но вот Домингес упустил несколько выгодных возможностей. Например, в этом положении надо было сначала сыграть ладья Е1. И потом уже вернуть коня на Ж5. После чего, судя по всему, никакой защиты у черных не было. Эти пешки просто шли вперед автоматом. Ну хорошо, так как сыграл Домингес конь Ж5. Это некоторая торопливость. Но, опять-таки, шансы на выигрыш оставались. После слона 6 последовало Е6. И вот теперь у черных нашлась волшебная жертва качества. Которая, во всяком случае, продлевает борьбу. Но вот почему здесь Линьер не сыграл Б2-Б4, а ход очень напрашивается, мне очень трудно объяснить. Может быть, авторитет Накамуры. Может быть, какие-то погодные условия Вейконзея, которые, конечно же, трудно сравнивать с райской кубинской погодой. Но, так или иначе, ход Б4 не был сделан. А варианты тут очень несложные. После хода С4, видимо, вынужденного последовало бы Б5. И на конь Д8, возможно, именно это смутило кубинца. Черные как будто ставят коня на Ф7. На самом деле, никого и никуда они не ставят. Следует жертва качества. И эта пешка просто банально проходит ферзы. Потому что черный король, если возвращается на С8, то ладья С8 уже не сможет побить новорожденного белого ферзя. Вот так белые побеждали. Ну вот в дальнейшем, вот и здесь тоже можно было сыграть Б4. В общем, изучать дальнейшие события в этой партии нет никакого смысла. Но кубинец не использовал 150 возможностей и не смог выиграть. И, наконец, последняя эта партия Ричарда Раппорта. Он играл против Ван Вели черными очень активно. И доигрался до совершенно безнадежной позиции. Но голландский шахматист попал в цитнот. Второй, последний. И упустил тоже огромное количество возможностей. Вот ключевой яркий момент. У черных не хватает одной пешки. И вся их надежда, конечно же, заключается в сильной пешке на Д2. Но именно здесь белые могли эту пешку съесть буквально в два хода. Следовало сыграть ферзь С8 шах. Именно таким образом. Теперь в случае короля Х7 такая нехитрая геометрическая операция. Двойной удар на короля и на ладью. Поэтому абсолютно вынужденный ход король Ж7. Ну, защита на Ф8 не имеет смысла, потому что после размены ферзей терялась пешка Д2. Вот после короля Ж7 белые могли сыграть ферзь Б7. Вот такой шах выдать и связать слона на Д2. И после отхода короля побить эту пешку, ну, дальнейшая реализация уже не представляла никаких проблем. Ну, а люк Ван Вели сыграл король Ж2. После этого тоже, собственно, было очень много возможностей выиграть. Но он сделать этого не смог. Как говорится, от судьбы не убежишь. Еще одна ничья. В седьмом туре лидеры взяли передышку. Они сделали ничьи, зато активизировались шахматисты, прежде не блиставшие. Вообще в этом турнире я отмечаю то, что очень быстро утомляются шахматисты. И каждая победа отнимает у них такой вагон сил, что дальше они действуют неубедительно. Большой сюрприз со знаком минус преподнес Хикару Накамура. Он уступил люку Ван Вели. Конечно же, в этой паре все практически ставили на победу американца. И уж как минимум он должен был сделать ничью. Но Накамура такой шахматист, когда он не в форме, он продолжает активно наступать и иногда просчитывается. Ну, правда, то, что произошло в этой паре, одними просчетами не объяснить. Посмотрите, пожалуйста, это была социальянская защита. Очень острый вариант. У белых лишняя пешка. И, вероятно, белым не следовало здесь предпринимать какие-то острые действия. Надо было просто сыграть В2-В3. Просто спокойно защитить пешку на А4. И после хода ладья Ц3, например, можно было по-простецки консолидироваться, защитить пешку Ц2 и потом попробовать реализовать эту лишнюю пешку. Ну, кстати говоря, вот здесь была и активная возможность. Можно было сыграть конь Б2, направляя коня на Ц4. Причем самое забавное, что он туда приходит даже в случае Д5. Потому что здесь очень точный был ход А4-А5. Теперь, если побить эту пешку, то слон идет на Д2, и белые съедают качество в очень комфортной ситуации. Ну, а в случае, если черный ферзь уходит в сторону, например, ферзь Ц6, тогда остается беззащитная ладья на Д8, и белый как раз активизирует коня с очень большим эффектом. В общем, здесь у белых был большой перевес. Ну, а последовал ход конь Е5, который практически вынудил Люка в Анвеле играть сильно, мощно и выиграть партию. Последовало взятие на Е5 и слон Е3. То есть теперь у черных подвисают одновременно две ладьи, и на Ц4, и на Д8. И у черных единственная возможность не проиграть сразу партии, это сделать сильный ход ладья Ц на Д4. Ц3. Ладья не имеет права отступать. Позади нет ни Москва, но ферзь. Ну и просто слон С6. Выясняется, что в случае взятия на Д4, а именно так надо было играть, черные обретали мощнейшую компенсацию за качество. Ну, давайте посмотрим, что было бы, если бы. Взяли-взяли. Здесь еще подвисает вот такой удар слон Б4. Я думаю, надо было все-таки скинуть эту пешку и как-то попытаться здесь подменять еще немножко пешки. Например, Д3 взяли ладья Б6. Я думаю, что это положение белыми можно было спасти. Но последовал очень странный ход Б3. Никакими расчетами я не могу объяснить это продолжение, потому что черные банально забирают весь ферзовый фланг. Что это было, я так и не понял. Взяли на Б3, взяли на Д4 и взяли на А4. Ну, вот что произошло с американцем, может объяснить, пожалуй, только он сам. Это положение уже абсолютно подавляющее для черных. Но единственная робкая такая версия, что на ход ладья А1, издалека, может быть, Хикаро думал, что он съест пешку на А6. Ну, вот здесь выяснилось, что черные отвечают ударом Д3 и съедают много материала. Потому что ладья А4 взяли на Е2, подвисают обе белые ладьи. Но то, как дальше Ван Велли реализовывал этот огромный перевес, я думаю, показывать нет необходимости. Очень важная теоретическая дискуссия состоялась в центральной партии Тура Гельфанд-Аронян. Посмотрите, пожалуйста, я думаю, что многие шахматисты, которые изучают современную теорию, обратят внимание на эту партию. Итак, Борис играл белыми, Ливон черными. Это у нас венский вариант ферзового гамбита. И вот здесь основной ход С5. В последнее время стало популярно продвижение H7-H6, но Аронян идет всегда своим путем. И к тому же важно понимать, что Ливону важно немножко скрывать свою дебютную подготовку перед турниром претендентов. Он сыграл B5, А4 и здесь применил достаточно редкое продолжение С7-C5, которые на самом деле самые боевые. То есть вместо С6 черные играют С5. Если вы включите здесь компьютерные программы, дорогие друзья, то они все как одна будут показывать большой перевес белых. Но Ливон Аронян проник в позицию намного глубже. Итак, после разменов на B5 и на D4, теперь в случае комбия D4 очень силен ответ H6, поэтому размен на F6 имеет определенный смысл. И вот здесь, вопреки показаниям всех программ, раньше здесь, кстати говоря, шахматисты играли в соответствии с рекомендациями компьютеров, менялись с ферзем на D4, здесь Аронян применил новинку Coin D7. Она имеет очень серьезный смысл, потому что черные при ферзях сохраняют определенную инициативу. Столкнувшись с неожиданностью, Гельфанд сделал несколько вполне естественных ходов и полностью упустил перевес. Вот следующие два-три хода надо анализировать всерьез. Я не имел такой возможности, могу сказать, что они не очевидны. И, возможно, за белых надо искать какие-то усиления. Да, белые закончили развитие, но черные сделали то же самое. И получили достаточно мощное давление в центре. Вот пешка на E4 слаба. Конь А4, возможно, это не лучшее решение. Вот единственный момент, пожалуй, где я могу хоть что-то указать. Надо было сыграть ферзь D2 и ферзя переправить на королевский фланг. Ферзя на F4 или на H6. А то, как сыграл Борис, он сыграл конь А4. Очевидно, его, естественно, смущал слон на B6. Очень сильная фигура. Но после конца C5 выяснилось, что разменять этого слона непросто. Вот если бы здесь произошел размен, тогда белые не могли бы удержать пешку. И в случае E5 последовало бы слон бьет F3. Взятие на E5 еще неизвестно, у кого это окончание лучше. Вот, поэтому Борис разменял коней на C5. Но здесь уже стало видно, что в окончании у черных очень серьезная компенсация за недостающую пешку. И после очень интересной борьбы партия завершилась миром. Впечатляющую партию сыграл Сергей Корякин. На этот раз он не смог выиграть, но мне его игра очень понравилась. Посмотрите, пожалуйста. Уэсли Со играл белыми, Сережа Корякин черными. И белые сделали очень логичный ход конь E1, нападая на ладью C2. В этот момент я лично наблюдал партию эту в прямом эфире. Мне казалось, что у черных очень серьезные проблемы. Дело в том, что если ладья предсказуемым образом отступает, например, на B2, то белые играют F3, не меняют слонов. Затем ставят пешку на E4. И вот это положение мне казалось очень опасным для черных. У белых масса возможностей усилить положение. Например, можно сыграть, поставить слона на H3. Все время угрожает прорыв D4, D5. Белый конь идет на D3. В общем, положение черных довольно тревожное. Но Сережа сыграл очень энергично и практично. Он побил на G2, конь C2. И вот здесь положение кажется очень опасным для черных, ведь качества не хватает. После хода конь E4, слон E7 Сергей очень грамотно не взял пешку на F2. В этом случае, если бы он взял, то у черных возникали большие проблемы с пешкой F7. Например, в случае ладья Е2 белые сразу по седьмому ряду приступают к этому пешкоедству. А если ладья не уходит, а играют черные B5 для того, чтобы обеспечить пункт на B6, тогда после ладья F1 они вынуждены разменять ладьи, что, конечно же, не в их пользу. Дальше белые начинают к черным, что называется, приставать. А последовал ход B5, то есть черные оставляют пешку F2, мол, угроза сильнее ее исполнения. Я думаю, что в дальнейшем здесь в аналитике можно найти приятные возможности для белых, но Весли Со оказался не готов к такой перемене декорации. И играя несколько пассивно, он позволил черным развить очень грозную инициативу. И в какой-то момент даже начал опасаться за свою судьбу. Вот посмотрите, пожалуйста, вот ключевой момент в этой партии. Но здесь, конечно же, надо было сыграть H3 и еще немножко потерпеть. Ну, а то, как сыграл Весли, ход G4 очень нервный. И я думаю, что здесь уже все болельщики российского гроссмистера подумали, что он вот-вот выиграет. Но, к счастью для филиппинца, нашелся у них вот такой маневр слон G3. И все-таки удалось свести эту партию в ничью. Вот получилось равное владельное окончание, которое закончилось миром. Ну что, я считаю, что это ничья со знаком плюс для коряки. Большой резонанс в интернете вызвало окончание партии Найдич-Домингес. Но оно связано с тем, что компьютеры, как правило, очень сильно завышают оценку для сильнейшей стороны в окончаниях. Особенно в ничейных окончаниях. Посмотрите, пожалуйста. Вот Домингес здесь играет черными. У черных лишние качества. И компьютерные программы здесь показывают очень страшные цифры в пользу черных. Но они, конечно же, не понимают некоторых простых вещей, что белые на самом деле могут ничего не делать. И особенно они не понимают, что базовая теоретическая позиция, когда у черных пешка на H4, лишняя пешка на H4, и ладья против одинокого слона, она ничейная. Вот смотрите, пожалуйста. Здесь сыграно F5. Я думаю, что после F3 тоже здесь можно сделать ничью, но там были какие-то сложности. Найдич сыграл очень грамотно. Он просто принялся стоять на месте и ничего не делать. И вот где-то здесь компьютеры показывают оценку почти плюс 4 в пользу черных. Но никакого прогресса черные добиться не могут. Единственное, что они могут сделать, это провести прорыв G4, что и было сделано. Но вот самое интересное здесь заключается в том, что белые могут отдать пешку на F2. Вот посмотрите, пожалуйста, на заключительную позицию в этой партии. Белые сыграли слон D4, и партия закончилась ничью. Но вот дальше я завел кооперативный вариант, что белые просто отдают пешку на F2 и не берут. Вот посмотрите, пожалуйста, на эту позицию. Это элементарная ничья. Белый король находится в правильном углу, и ничего черные сделать не могут. Так что еще раз прошу вас, дорогие друзья, не обращайте внимания на компьютерные оценки, а просто полистайте учебники по Эншплю. Там все написано. Так что ничья абсолютно закономерна, поверьте. И, наконец, последний фрагмент из седьмого тура. Ричард Раппорт, не смотря на все свои предыдущие огорчения, сохранил боевой дух, и на этот раз он выиграл у Харикришны. Посмотрите, пожалуйста, на доску. Ситуация очень сложная, и мне кажется, что индийский гроссмейстер не разобрался в данной структуре. Ему следовало решить проблему на королевском фланге, поставив пешку на H5. После чего черные могли в дальнейшем перевести коня через B6 на C4, и, на мой взгляд, никаких проблем реальных не было. Но последовало слон Д6, белые немедленно задвинули пешку на H5, и вот эта слабость на H6 оказалась очень серьезной. Еще и потому, что у белопольного слона черных не нашлось хорошего пункта. Если сыграть слон H7, тогда белые съедают пешку сразу. Ну, а после хода слон С2 белый переводит коня на Е3. И видите, что поля у черного слона просто заканчиваются. Конь Е3, Ф3, и затем, кстати, белый конь через Е3 идет на Ж4. Последовал ход А6, но я не считаю, что ход хороший, были продолжения получше, но, пожалуй, это не самая последняя неточность в партии B3. Белые, кстати, заодно атакуют на ферзовом фланге. Парочка логичных ходов, и вот, пожалуй, критический момент в этом поединке. Здесь необходимо было срочно сыграть слон H7. Вот пока белый слон связан с защитой пешки C3, надо было сыграть слон H7 и на конь Е3 успеть продвинуть пешку на F5. Кстати говоря, эта пешка идет дальше на F4. Здесь возникал следующий критический вариант. С4 очень важно откинуть коня, чтобы не он взял на C4, а другая фигура. Конь G4, слон F5. У белых единственная радость, что они захватывают пространство на ферзовом фланге, но у черных есть контрградценты. Сыграть F6 и Е5. Я думаю, что здесь у черных был бы полный порядок. Но последовало, ну, насчет полного порядка, может быть, я погречился, но, во всяком случае, они играли бы почти на равных. Вот, а они сыграли ладья G8, и, вероятно, индийец здесь недооценил последующие активности белых. Может быть, здесь надо было сыграть слон Е4, попытаться вынудить ход F3. Правда, белые не обязаны так играть. Ну, а после автоматического хода слона H7, C4, вот здесь, мне кажется, что уже ничто не может спасти черных. Дело в том, что их ферзовый фланг, дорогие друзья, в этом положении... Кстати, обратите внимание, что пришлось сделать ход слона F8. Пешка на A6 по-прежнему подвисает. И вот после ладья C1 угрожает конь D6, шах, слон F3, и вот здесь, вероятно, ферзовый фланг уже не спасти. Пентала Харикришна решил обменять пешку B7 на пешку D4, но в итоге белые фигуры ворвались в черные тылы, и дальнейшие события произошли уже под знаком подавляющего перевеса белых. Это была просто реализация перевеса, с которой Ричард справился успешно. Ну что ж, парень молодец, не тушуется, и после двух поражений одерживает обязательно победу в третьей партии. Но я надеюсь, что он со временем все-таки подучится и будет набирать побольше очков. Итак, по итогам семи туров по-прежнему лидирует у нас Аронян, и он на очко опережает Корякина и Гири, ну а дальше еще на полочка отстает целая группа участников. Что ж, турнир в самом разгаре. Я надеюсь, что Сережа Корякин еще поборется за первое место. Спасибо за внимание. До новых встреч.